На Фадеева 10 длинномер продрал левый бок автомобилю Toyota Corolla Fielder. В итоге универсал утратил способность к самостоятельному передвижению. Авария случилась вечером, неучетная. На месте происшествия работает аварийный специалист, но участники ДТП не нуждаются в его услугах. Автомашина Toyota Fielder двигалась со стороны улицы Спортивной по Фадеево. На встречу ей шла автомашина фрешлайнер большегрузная. Получается, с обоих сторон были пропакованы транспортные средства. И вот фрешлайнер, объезжая одной из них, пересек осевую линию разметки и совершил столкновение с Toyota Fielder. Водитель Fielder иностранец русским языком владеет неплохо. Вспоминает, когда понял, что большегруз разодрал его машине бочину и тащил несколько метров, испугался не на шутку. Он задел какой частью машины? У него, получается, кабинная и вот этот прицеп. Он сначала переднее колесо меня засипел, все, остальное все засипел себе. Я не могу оторваться от них. Уже я отпустил все, руль, газ, форму, ничего не трогал. Уже сам охотная машина здесь осталась. Я спуган был. Понятно. Сами не пострадали? Нет, ничего. Головами ударил чуть-чуть. Там уже произошло, все нормально. В результате столкновения фрейдлайнера и Fielder универсал лишился передней левой двери. Шина слетела с диска колеса, сам диск деформировался. Повреждения Toyota Fielder очень большие, поэтому она уйдет к месту стоянки на эвакуаторе. Обе машины застрахованы по ОСАГО, поэтому выплату пострадавшего транспорта СССР получат в полном объеме. А там, получается, вы сказали, повреждения очень большие. Но приблизительно какую сумму вылезет ремонт? Очень сложно сказать. Я не являюсь специалистом в этом. Я не могу сказать, именно какая сумма будет. Потому что там помимо внешних видимых повреждений, есть и внутренние, так как видно, что вырвано колесо полностью. Поэтому сложно. В настоящий момент затрудняюсь сказать. С документами участников ДТП все в порядке. Аварию оформят сотрудники ГИБДД. Нарушителем ПДД является водитель длинномера. Фрейдлайнер на ходу.